Ну что, мы в заказнике рядом с агробиостанцией в Павловской Слободе. Собственно, вот здесь сама станция, а с другой стороны строится лицей имени Долгих. Вообще не положено там делать никакого парка. Это государственный заказник, и там есть краснокнижные растения и грибы. Комплексный заказник регионального значения основан в 1981 году. И цель его создания является охранение ненарушенных природных комплексов, а также восстановление естественного состояния нарушенных природных комплексов, поддержание экологического баланса. Однако жители волнуются, что вместе с благоустройством как раз и нарушится это естественное природное состояние заказника и леса здесь. Место очень красивое, и это, наверное, единственный пятачок, который остался в Павловской Слободе, значит, нетронутым. И хочется, чтобы он остался нетронутым. Сразу видим, что первый этап работ уже начался. Как нам пояснили, вначале будет очищен лес от сухостоя, валежника и сделана дорога. Дорога будет не асфальтовая, а насыпная. Песок, щебень, вот мы видим уже как раз здесь кучка, и дальше будет мелкая крошка, которая легко трамбуется. Ну, хорошо, когда его почистили бы, был ухоженный. Как сообщается в официальных источниках, для сохранения редких и охраняемых видов флоры и фауны благоустройство здесь будет проходить с минимальным вмешательством в экосистему. Но вот что такое минимальное вмешательство, я доподлинно, например, не знаю. И думаю, что многие жители тоже. Поэтому всех так и волнует, например, вот следы тяжелой техники в лесу. Снятый дерн вокруг вековых сосен. Здесь будет идти как бы строительство и со снятием грунта. И где гарантия, что в грунте не будет краснокнижных грибов и растений. Кстати, некоторые деревья здесь отмечены краской. Красный, вот мы видим, и синий. Ну, красный, я так понимаю, значит, дерево больное или сухое и подлежит сносу. Я так предполагаю. Вокруг вековые сосны. И вот рядом мы уже видим снята часть грунта. И здесь уже установлены вот такие бетонные плиты. Под плитами мы видим какую-то трубу. Я так подозреваю, что это дренажная система. Как сообщает министр Московской области Михаил Хайкин, функциональное наполнение лесопарковой зоны будет включать, собственно, 4 зоны. Входная группа, пункт проката инвентаря, будут установлены туалетные модули. Будут здесь и кафе, по крайней мере, такова официальная информация. А также тропиночная дорожная сеть, включая велодорожки. Лично я уверена, что это какая-то странная затея – встроить парки в природоохранных зонах. Для посещения эту лесопарковую зону планируют открыть уже осенью 2023 года. А полностью завершить работы планируют в следующем 2024 году. Что думаете по поводу благоустройства заказника вот здесь, в Павловской Слободе? К сожалению, я не знакома, не видела, не знаю, о чем идет речь. Что-то знаете о благоустройстве вашего леса, заказника? Нет. Не знаете? Не знаю. Ну вот там будут проводить благоустройство, будут тропинки, дорожки, спортивный инвентарь, туалеты. Где агробиостанция у вас? Вот здесь вот кафе будут. Как вот вы к этому относитесь? Очень положительно. Положительно? Положительно. Потому что поселок большой, а развлечений никаких нет. Я думаю, что это не та часть леса, из которой именно нужно делать парк. Потому что это будет нарушено все. Я не верю, что Слобода рвется туда ходить, в этот парк. Мамы с колясками отсюда три километра попрутся туда, извините, пойдут туда. Кто там будет? Мы уверены, что этот заказник будет делаться парком для того, чтобы там отдыхали лицеисты, лицеи имени Долгих, которые рядом строятся. Под видом того, что это нужно нам, людям. Людям это не надо. Людям нужен парк вот здесь, вот рядом. Пусть мы стоим. Сейчас въезд в заказник Павловской Слободы выглядит вот так. Мусор, пакеты, бутылки, валежник. В общем, грязь и неприглядность. То, что лес почистят от сухостоя и валежника, это, конечно, здорово. Но очень много вопросов к этому благоустройству. Ну, например, как можно не навредить экосистеме, снимая местами плодородный лесной грунт? Дальше, кто будет все это хозяйство обслуживать, как будет вывозиться мусор и так далее и тому подобное. Елена Аешина, Иван Масалев, Истра, РФ.